Руслана, я хотел вам задать этот вопрос вначале, ну что делать? Вот Слава Вакарчук ушел, сказав, что он не может оставаться человеком, оставаясь в Верховной Раде. Вы ушли. Значит ли это, что молодые, динамичные люди такого европейского склада в Верховной Раде работать не могут по определению? Я много раз смотрела в эту программу, и это первый раз, когда я до вас доехала, и я перепрошу, потому что, правда, в весь другой час... Значит, вы обещаете, вы вернете? Я, да, я прийду, но почему я так говорю, потому что, когда я смотрела вашу программу, когда люди лукавлят, это очень видно в экране. Ну, в принципе, из сцены, что под лихтарями, всегда видно, что лукавят. Я ехала на программу, я знала, что вы зададите это вопрос, где-то внутренне, интенсивно, и я спросила человека, я говорю, Саша, что мне ответить? Он говорит, ты знаешь, правду сказать, ну, больно, ну, тяжко, а сбрешешь, ну, забрешешься потом, потому что придется как-то выкручивать себя. Значит, скажу я вам правду, вы сказали, что я покинула так же, как Славка, я не складала повноважение, как он. Я думаю, что он это сделал уже тогда, когда уже все. Как говорят, у нас капец, уже дальше уже нет куда. Но я в первом и в другом випадке, и когда я потрапила в список, и когда я не потрапила в список, я про это дозналася с интернета. Вот так. Вот так. Если вы, то, то я зрозумела вашу опцию. А можно вас спросить? Это, конечно, это выкручили и все. Вот спросите, мне вот, честно говоря, непонятно. Я действительно считаю, что... Не, скажите, я амазонка, мне вашу выбросу. Нет, я вот поэтому тем более хочу спросить. Вот вы сейчас только что фактически признались в том, что вас использовали. Знаете, я думаю, что политика всех выкрустовывает. А почему вы все на это идете? Ведь не вы, не Вакарчук, не являетесь маленькими детьми. Вы знаете, что вы оружие против молодежи. Вас используют как щиты, которых привлекают молодежь. Вы это знаете. И все равно идете в Верховную Раду, работаете. А потом громко выходите и кричите, там все плохо. А до этого вы не знали? Вот знаешь, добро тебе... Добро тебе сейчас так умничать за этим столом. А коли был Майдан... Чекай. Причем тут Майдан? А коли был Майдан и коли были абсолютно иначе эмоции. И коли в сердце абсолютно панували иначе мотивации. Так само, как и я. Я шла в политику, одна людина мене дорекала, что Руслана точно на этом заработала. Так вот я готова с любой человеком сперечаться. Потому что для меня участь в политике, и это еще раз будет эксклюзив именно для программы Савика Шостера, что это была некомерциальная сделка. Это все знают. Нет, это не все знают. Потому что все думают, что я получила деньги, и пошла себе, потом и сидела год, и вышла. Но Майдан прошел 4 года назад. Я вам хочу сказать, что человек, который имеет шире к этому ставления, некомерциальные ставления, в политике нужно уметь заработать. Я думаю, что все, кто говорит, что политика это не бизнес, это немного неправильно. Потому что политика, она и бизнес в нашей стране, принаймly. Но что касается меня, для меня это выглядит... Ну, рассчитываю, что перед тобой наивная дурочка. Я вам это не верю. Яка, яка, помогала, помогает и будет помогать своей стране. Яка и сердце украинской. 86% верят. Хочу Обаму, Светлана Вольнова. Ну, сегодня такая программа. Мы разговаривали долго с Мустафой так, скучно, и с Магой. Ну, можно тебе остальное запитание до Володимира Михайловича, пока спускается Светлана? Ну, как я могу сейчас сломать эту программу? Ведь правда, да, мир изменится, если он станет президентом. Реально. Светлана Вольнова, чем сегодня занимался Обама? Тем же, что и вчера. Золотые горы штата Колорадо могут принести Обаме драгоценные голоса избирателей. В данный момент он выступает в городе Голден. Не зря Обама второй день в золотом штате. Колорадо очень важен в избирательной гонке. И именно сельское население способно поднять его рейтинг. Своей пламенной речью Обама убеждает жителей Колорадо, что когда он будет избран, сельское хозяйство сделает одним из важных приоритетов нашей экономики. Кстати, охотница Сара Пейлин находится сейчас в том же штате. Кстати, от этой нефтегазовой королевы можно ожидать чего угодно. Она непредсказуема и способна создать неприятности для Обамы. Но не все известные женщины мешают Обаме. Нестареющая дива певица и актриса Барбара Стрэйзен завтра встретится с ним в Лос-Анджелесе. Хотела бы я быть на этой вечеринке. Спасибо. 63% людей, 65% безразличны тому, что происходит в Америке. А зря, зря мир будет другим, может быть. Руслана, вам Обама симпатична? Я думаю, что Америка просто может себе дозволить демократию. Я думаю, что это страна, которая находится уже на том этапе развития, когда они могут себе дозволить... А мы нет? Мы, на жаль, я не знаю, у нас какая-то демократия трошки трансформована. Причем в найгіршую, на певну, сторону. Представляете, в 2010 году в Америке будет ток-шоу, где будет рубрика «Хочу литвина». Представляете такое? Нет. Пойдите на презентацию. Нет, не даю. Да, я думаю, что наш коллега не байдужий. Вам? Судячи за все. Знаете, Савик, единственное, что мне нравится, что в Штатах технологии передвиборчие, они больше подобны на экшен. Там людям интереснее. Там же, если люди играют, то играют. По-честному, и так не стыдаючись, так же выкладываясь на экшен. Потому что у нас трошки передвиборчие технологии, я вважаю, такие уже с прошлого столетия, я так думаю. Уже пора відходити. И ты больше в интернет. Больше кредит, и больше бавить людей. Чтобы было больше позитива. Как жалко, что вы опоздали. С вами так хорошо и интересно, но мы должны заканчивать. Я благодарю Ивану Каберник, Мустафу Наема, Владимира Литвина, Руслану. Вам для хорошего настроя. Дякую. Альбов, вам звонка. Спасибо. Евгения Киселева, который не доехал. Евгений Киселев, это жертва сегодняшней программы, просто не доехал. Благодарю нашу аудиторию, которая доехала. Благодарю Светлану Вольнову. И результаты программы. У нас нет максимума безразличия, потому что люди не безразличны. Это хорошо. А где у нас минимум безразличия? То есть тот момент, где вообще никто не был безразличен к этим словам, к этому событию, к этому человеку. Те, что происходит на украинских улицах, есть непосредним отбитком того, что происходит в государстве. Никому думать про государство. И что же могли сказать люди, которые просидели несколько часов в автобусе, бросились в метро и приехали сюда. Вот так оно так. А я вчера 40 минут ехал, а потом вышел и дешел швидше, а после того, что я годину чекал автомобиль. Назовите это улице, где вы пишете. До завтра в 19.30. В институтскую на путь. Спасибо. Спасибо.